Всем добрый день. Меня зовут Мария Ильич Каковская. Я сейчас менеджер компании «Ей и Георг». Немного в нашей компании, да, чтобы вы просто понимали, что вы сейчас занимаетесь. Мы занимаемся разработкой, решениями для бизнес-сорда, программируем путь, делаем программное обеспечение и также занимаемся мобильными приложениями. На рынке мы 7 лет, но, скажи, как у вас, главный наш акцент – это именно на разработку мобильных приложений. Наши основные заказчики такие как Яндекс, Мейл, Смешалики, БЛБ, ФСИ. Очень многие банки, такие как топовые заказчики. Естественно, наша компания должна делать профессиональные продукты для профессионалов. Естественно, или должны работать больше профессионалов. Все третьи специалистов, наверное, нечем говорить, все это понимают, какие сложности испытываем. И когда мы поняли, что стандартные способы привлечения новых сотрудников уже не работают, стандартные не очень, я так бы сказала, способы уже не работают, мы должны сразу сделать свои курсы разработчикам. Так, в летом 2011 года у нас была первая школа на Иосовском рабочем. С тех пор у нас было три школы. И сегодня я бы хотела вам подробно рассказать, как я организовала третью школу, как она захотела, год ли то, какие были затраты, какой был их учили. Цель третьей школы было набрать 10-12 человек, обладающих базовыми знаниями по программированию, принимающих либо закончили, которые закончили уже универ, либо студентов последних курсов, и которые жаждали бы работать именно под Иосовский разработку. Так, я хочу сказать, что мы компания, которая всегда нацелена на молодые таланты, которая готова выращивать своих сотрудников. Наша цель была из этого курса получить двух-трех сильных разработчиков, которые тогда с горячими глазами дальше бы залезли за работу. Вся эта школа, весь этот курс, длился один месяц. Было запланировано, что это будет в течение одного месяца два раза в неделю, и в среду, в субботу определенные часы. Учителями выступали в третьей школе наши сотрудники, это два наших IOS-программиста, просто гуру IOS-изработки, без которых, наверное, не выходит ни одно приложение из Е-регион. Также здесь хочу сделать акцент на то, что, прежде всего, главное – это желание ваших сотрудников, главное – желание преподавателей. То есть, если они не хотят, то у вас никакой школы не получится, и без энтузиазма уже ничего не получится. Главное – их замотивировать на обучение. Где-то за месяц до начала школы мы разместили информацию о всевозможных соцсетях на нашем сайте. На сайте www.tf – это такое сообщество мобильных разработчиков, которые общаются между собой, где мы выкладываем анонсы мероприятий, с конференцией, которые проводим мы или не проводят наши коллеги. Также были сделаны баннеры следней школы IOS-изработчиков, которые, собственно, дручно заезжали по универам, по общежитиям, где можно было склеивать объявления. Ну и плюс посты были в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, плюс перепост своих сотрудников, скажем так, сарафанное радио. На сайте школы, там будет создана страничка школы, было объявление об этом, о том, о чем будет курс, кто преподаватели и необходимые требования. Желающих было очень много и участвовать мог в любой, скажем так, в любой желающей. Единственное, не единственное, а вот требование, которое надо было соблюдать, это выполнить тестовое задание на C++, тестовое задание, разрабатывая с нашими программистами, заполнить анкету, наличие Амако, гиповиртуальной машины, которую он мог бы с собой носить на уроке. То, что, к сожалению, за месяц мы не могли бы, наверное, обеспечить всех желающих рабочими местами, мы бы, наверное, отминус ушли, если всем еще парень открыл. И последний этап – это было собеседование. А там объясню для чего собеседование. Вот то же самое, да, немного в цифрах. Где-то за три недели, от анонса и до начала школы, за три недели мы собрали более 500 анкет. То есть был просто шквал, желающий учиться. Далее посылали тестовые задания и говорили, что там в определенной дате, 20 июля, по-моему, вы должны сдать тестовые задания. Вдруг говоря, на 21 число у нас уже было 180 тестовых заданий, которые мы должны были быстро за неделю проверить. И из 180 до 50 человек, которые понравились нашим программистам, которые сказали, давайте, вот, мы бы с ними хотели посмотреть, мы бы хотели с ними работать. И далее было собеседование. То есть за неделю это было 50, наверное, человек через меня прошло. Это было такое экспресс-собеседование, да, 15-30 минут. Для чего это было сделано? Почему у нас как-то так не получились первые две нашей школы? Потому что был минус именно в том, что не было собеседования. То есть, да, вот как раз у нас были аскетты, у нас были несколько заданий, но мы не видели, что за люди у нас будут учиться. А здесь очень важно нас с беседами было определить именно тех людей, которые в дальнейшем хотели бы три типа работать, которые, да, хотят вообще программировать, когда они просто так по фану пошли послушать, о чем вообще расскажут, и просто так вот почему бы не сходить, что более это все бесплатно. То есть вот здесь вот такой тоже главный этап был понять именно людей и определить людей, которые к вам потом придут работать. И вот из 50-ти счетов. Плюс еще, да, возраст. То есть мы все-таки смотрим на возраст, если люди до 40-50 приходили, да, тоже опять русских послушать, им говорили нет. И вот из 50, да, мы набрали в уроку 12 учеников. Далее начались занятия, да, с 1 августа по 1 сентября. Проходили они, как я уже говорила, два раза в неделю. И были примерно в таком формате, что 30 минут было на теорию специально-подаватель, что рассказывал, да, и полтора-два часа именно на практику. То есть все общение было построено в форме диалога и в форме проверки домашнего задания. Были вопросы, ответы. Давалось домашнее задание. Ребята что-то делали, да, приходили на занятия, спрашивали, отвечали. То есть все в диалоговой форме. Плюс на втором-третьем занятии мы поставили условия, да, а сказали, что у вас на выходе школы должно быть какое-то готовое свое приложение. Либо хотя бы фортотип, потому что понимаем, что все-таки азы органирования человек получает. И где-то на втором-третьем занятии мы уже имели список из 12 человек, и кто какое приложение будет делать. То есть у кого-то это было там просматривать с фотограмми приложения, у кого-то кто-то там делал для авито приложения. Да, то есть у каждого была своя тема. И через месяц у нас был прям такой выпускной вечер в школе как в универе, да, с тортом, с чаем и шампанским. Каждый рассказывал про свое приложение, говорил, с какими трудностями он столкнулся, чего научился, там, по ходу еще что-то выясняли. То есть, да, на конец курса у нас был такой выпускной. Также, да, параллельно с учебой наши преподаватели активно следили за потоком, следили за своими учениками, кто как учится, у кого какие-то знания, и, да, сообщали мне, говорили вот с этим, спасибо за этого. И, конечно, к концу курса я уже имела два джок-оффера, да, уже двух людей, которые после школы вышли на работу. То есть, те цели, которые были в начале, мы их выполнили и наняли, да, двух джуниор-сидних программистов. Да, тут небольшие такие холестные финансовые расходы. Я уже с челы раз все рассказываю про школу, то про это тоже расскажу. Ну, помещение там, мебель, все у нас свое было, так у нас территория располагает, мы могли инвестить людей. Также у нас было условие свой мак, либо виртуальная машина. Но была приписка о том, что если человек, например, вам понравится, мы готовы будем его обеспечить рабочее место. Так у нас получилось, что один мини пришлось купить. Далее это по премии. Ну, понятно, что энтузиазм – это здорово, но вся эта работа должна оплачиваться, и небольшое время нашим программистам, нашим уровнем все-таки выделить. Ну, и были какие-то еще расходы параллельные. Да, это там здорово нам постоянно, чтобы ученики могли чай попить и кофе, чтобы показать, что вот наша компания, какие-то печеньки, все, что для вас, какие-то дадим даже в школе. То есть, в общем, у нас получился такой итог, такой расход. После расхода, допустим, бренд подаватель, она получает заплачивание, и не поделают рабочие. Что это происходит? Да, то есть, у нас, опять же, да, у нас, как бы, компания настолько, как семейный дух, да, присутствует, то, к чему мы стремимся. И как-то, как я уже начинала говорить, эта школа зарождалась. То есть, прежде всего, было выявить желание у самих разработчиков, да, преподавать, то есть, грубо говоря, на чистом энтузиазме. Занятия проходили после их работы, то есть, там, в среду в 7 вечера начинались, и в субботу в 2 часа дня. Скажем так, ну, вот мы компенсировали небольшие премии, да, то есть, вполам разделить каждому человеку, как премия небольшая была. То есть, вот за сверхурочную. Преподаватели, да. Преподаватели, да. Ребята получали знания, они набирались опыта, они все были счастливы. Их это... Как бы они написали, они были полезны, потом использованы? Приложение это больше для них, да, то есть, как лабораторная работа. Ну, и если, да, так говорят, на будущее, у нас в компании есть, как сейчас возрождается издательство, тогда мы будем продвигать приложение, если у вас есть приложение, мы готовы из него взяться и заниматься его продвижением. То есть, нам тоже интересно, как картинковую идею, потом взять этого человека, и дописать приложение, и потом сделать работу. Ну, это на будущее. А так нет. Только их лабораторная работа. Ну, и плюсы, минусы. Да. Из МИ, кстати, не проводилось. Да, говорю. Не опирайте. Наверное, главный минус, да, который у нас был, опять же, в первых школах, когда мы не проводили собеседование, мы не знали, что у нас за люди, и когда на выходе школы мы хотим взять человека, а у него, скажем так, опыт программирования уже 5 лет, а мы ему предлагаем джуниор позицию по TIOS. То есть, он готов работать, но готов работать за ближнюю стоимость свою. То есть, плачивать человека в 2-3 раза дороже никто и не захочет. То есть, тут главное, проколку, наверное, первой школы. То есть, да, вот завышенные требования, ребят, которые начинали учиться. Ну, и затраты от них никогда не деться. Из плюсов, конечно же, это новые сотрудники, да, это два супер-джуниора, которые у нас сейчас есть, которые взяли, у которых горят глаза, они только работают, не попадая рук, и очень счастливы, и благодарны, что мы такую школу организовали. И это действительно искренне все идет. А скилл и преподавание, опять же, да, наши сотрудники, это именно как преподаватели. Для них это хороший навык саморазвития, да, отвлечься от основной работы. Ну, и пиар-компании, да, это, наверное, одно из первых, что хорошо выстреливает после школы, это пиар-компания. То есть, опять же, работает сарафанное радио, это работает, эти 500 заявок, да, которые знают, и как каждый заходил в наш сайт, посмотреть, а чем же занимается эта компания, если она школу организует. то есть, ну, это пиар на будущее. То есть, это большой-большой плюс. Ну, это, наверное, все, да? Я сейчас хотела бы ваши вопросы услышать. Некоторые действия. Вот что же. Сколько чалов у вас? У нас 60 чалов сейчас. И еще вопрос. Как вы себя чувствовали за вашей, а как вы тоже эти ученики? То есть, мы тоже обучаем ребята, и есть обстоятельства, обучить человеку, он действительно не проработает, ну, как начается, как тренировать, ну, будет заниматься на больших условиях, а не заниматься. Вот. Вы как вы себя за вашей, дорогая? От этих рисков, наверное, никто не застрахован, но, опять же говорю, для чего были сделаны эти собеседования, да? Чтобы именно выявить тех людей, которые действительно сейчас там скучно работают, потому что она там программирует на PHP, извиняюсь, ну, а совсем это неинтересно, он на ныне пришел, говорит, я так хочу, но вот я не знаю как. То есть, мы ориентировались именно на таких людей. Плюс, да, когда меня спрашивают, как вы удерживаете сотрудников, ну, прежде всего, это интересные проекты. Это действительно интересная работа. Вы никакими деньгами, никакими крышками не удержите сотрудника, если вам будет неинтересно. И, опять же, это наличие учителей. То есть, да, они видели, кто его преподает, это действительно профессионал. Они знают, что они будут с ними дальше работать, что у них можно набраться опыта. по-моему, это главное, что надо для Джуни ожидать. Еще хочу сказать плюс, да, что вот эти вот ребята, которые после школы, у них, скажем так, период адаптации, он уже практически прошел. То есть, они уже знают своих коллег, они уже знают, с кем будут работать, они уже знают офис. Тоже такой плюс небольшой. Да. 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 вы изначально. Зачем так? Ну, я очень очень спрашиваю, когда я занимался, хорошо. Ну, вообще, если у вас на комбинации, может, вы отдали, с остальными действиями. Только такого, ну, такого, серьезного дела, почему не бывает? Ну, скажем так, практически закладывали, да, тоже думали, что человеку два-три могут отклониться, что половина вайфа, наверное, будет с большими слишком запросами, опять же, дарусь, чтобы не переплачивать. Ну, и оставшаяся половина, поэтому как бы лучше оттуда смотрел. Скажем так, можно было взять больше людей, но ресурс все равно в них потом вкладывать, да, в вайфах, как бы сеньоров, да, и все равно надо их обучать, все равно за ними следить. Это опять нутростратно. А так мы уже взяли двух горячих в семьях. Ну, вот, еще, включая цепь, у нас в обучении, у меня жалов, это, что, я был в школу, я был в будущем, я ученый, и, я вам не знаю, как бы, это бутыловка, да, и в вашем сентрике. Один, у нас получился, один, у нас получился, один, у нас получился, пятый курс, а второй, ну, желтый, этот, этот, так же, он был. Цель была взять людей, скажем так, обучить их базовые, правильные знания им дать, вот, и, ну, вырастить свои кадры. Ну, у нас это политика компании, да, выращивать свои кадры, ну, и плюс пиар-компании. Два преподавателя. Нет, скажу, что двое, молились, да, одна девочка у нас была вообще из Москвы, была тоже интересная очень история, буквально, она у нас так училась, что последний человек без собеседований, я ей звоню 30-го числа, 30-го июля, я говорю, у Александра завтра приходите в школу, хорошо, приходит в школу, а потом окажется, что я ей позвонила, она тут же взяла дредный самолет, сняла квартиру, приехала в Санкт-Петербург, чтобы потом получиться на этих курсах. Ну, а с остальными, ну, как бы тогда я полагалась на мнение своих учителей, да, учителей-ребят, то есть, они выбрали именно тех, с кем будет комфортно работать, то есть, у кого они вот видят, что они действительно выросли. были еще две заявки, кто нам хотел тоже прийти работать. Ну, мы хоть посмотрели. То есть, была, кстати, двух, или я, вот, двух, тряпок. Вы сказали, что где-то там, честно, про политику, что в Санкт-Петербург, это вопрос на собеседовании, а на собеседовании? Да. Да. То есть, на собеседовании я узнавала, скажем так, где Вы сейчас работаете, Ваши заработки, ожидания, да, сколько Вы сейчас получаете, хотите ли вообще ВАИОС-разработку, ну, как стандартные, да, вопросы, и, в том числе, материальные их ожидания. Да, никто не забыл, что, в Санкт-Петербурге, не помню, не отмоление, что, в общем, в первой школе, где это не проводился. Да. Это первая школа, где это не проводился? Да? Ага. Ага, да. Это первая школа, да. Можно сказать, как в первой школе у нас общей экспериментальной были, и не были. Ну, никто не может, за два месяца выросла на желание. За месяц? Может. Ну, все хотят найти оптимальный вариант, да, в том числе и мактивный не было, не было. То есть, по-моему, какие-то планы отвечающие, что, ну, ну, что, а, это, ну, вот, но, ну, ну, первоначально Это у нас на сайте было вывешено на страничке школы о том, о чем вообще будет курс, что вы там пройдете, что вы узнаете. И потом, я говорю, это все было в форме диалога, то есть это не была, значит, коллекции. То есть преподаватели всегда спрашивали, здесь все понятно, когда отвечали на вопросы, пожелания учитывались, безусловно. Естественно, невозможно обхватить все было, но прошлись по заму, прошлись. Ну что, еще последнее вопрос? Скажется, так у нас нет, да, плана, когда точно мы будем еще организовывать школу, Но будет возможность, будет желание наших ребят-реподавателей, мы еще раз так это сделаем. То есть сейчас к нам говорят, давайте сделаем Android-школу. То есть сами ребята ко мне подходят и говорят, Каша, давай сделаем Android. Да давай, почему нет? То есть это не система, это развлечение. Разве к вам? А вот если сравнивать именно методы подбора, более традиционные классические, то есть вот такой предприниматель, вы сами как это знаете? Ну естественно, это не основной метод, это естественно. Это чтобы повысить лояльность ваших предподавателей и ваших... И лояльность повысить, и PR повысить, и HR увеличить. То есть здесь все в комплексе, но это вот как фишка нашей компании. Почему нет, если мы можем, если мы умеем. Спасибо. Спасибо.